Подобные рейды проводятся Министерством соцразвития ежегодно в рамках Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается в начале мая. Совместно с ГИБДД и представителями районной администрации сотрудники Ленинского управления соцзащиты проехали по всем большим автостоянкам города Видное, расположенных у социально значимых объектов, магазинов, поликлиник. Житель Молоковского поселения Николай Елен приехал в центр «Мои документы» и с удивлением обнаружил свободное место на спецпарковке. За 11 лет, с тех пор, как он получил инвалидность, говорит Николай Васильевич, такое бывало нечасто. Всегда проблема такая была. Как только если есть место инвалидов, сразу ставят, а ты где хочешь, там и паркуешься. У торгового комплекса «Курс» три точки, где предназначена парковка для инвалидов. На двух из них сразу обнаруживаются машины, которым тут вовсе не место. Хозяев транспортных средств поблизости не оказалось, поэтому было принято решение эвакуировать авто на штрафстоянку. Составляется протокол задержания транспортного средства за нарушение права остановки стоянки, а также эвакуация производится, так как правилами дорожного движения предусмотрено задержание транспортного средства для устранения причины нарушения. Водитель после может обратиться в подразделение в наше, ему будет вынесено постановление о наложении административного штрафа и получит разрешение на получение своего транспортного средства со специальной стоянки, где оно хранится. В случае, если хозяин объявится до момента эвакуации автомобиля, эвакуатор задействован не будет. Сотрудники ДПС составят протокол на месте и попросят переставить автомобиль на другое разрешенное место. Кстати, в таких случаях автовладельцы называют множество причин нарушения правил. Понятных ответов как бы не поступает. Я на минутку, я на пять минут, да ничего страшного, больше мест свободных не было. Конечно, это не является оправданием, потому что, согласитесь со мной, поставьте человек любой на место инвалида, которому тяжело все-таки передвигаться и дойти до какого-то социально значного объекта. За время рейда было оформлено пять протоколов, а два автовладельца отправились за своими транспортными средствами на штрафстоянку ГИБДД. Татьяна Брулова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.